Первым почетным доктором стал Евгений Максимович Леонидович. Это не просто они почетные доктора у нас. Они читают лекции, приезжают, реактивно работают. Немножко раньше, чем думали, пришли. Они на нее устанавливают, они ее запускают. Я надеюсь, что мы заработаем. Я покажу еще и другие, где идут масса у нас направлений. И по лазерам для медицины, и по светодиодам для хирургических интеллектуальных операций. Микроструктура, которая расположена здесь, позволяет... Вот здесь такая демонстрация небольшая. Добрый день. Валерий Адольфович Рыжик, наш учитель математики. Очень добрый. Да. Добрый день. При взаимодействии с властью. Поэтому я ни одного примера не принял. Спасибо. Еще раз поздравить. Желаю вам всех благ. Желаю вам здоровья. Желаю вам и дальше так же прекрасно трудиться, как вы это делали всю жизнь. Дорогой Жарас Иванович, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Мне, не скрою, очень приятно сегодня быть в Петербурге. И лично поздравить академика Нобелевского лауреата Жарас Ивановича Алферова с юбилеем. Хочу, конечно, пожелать вам здоровья и всяческих успехов. Мы чествуем Жарас Ивановича, ученого с по-настоящему мировым именем, которым гордится не только наша страна. Но, по сути, академик Алферов – это действительно автор так называемой полупроводниковой революции, без которой, может быть, и будущее наше было бы, или настоящее, скажем так, было бы иным, чем сегодня. Жарас Иванович, как известно, проявил себя не только как выдающийся ученый, но и как организатор науки, что не всегда совпадает. Но вот в данном случае это счастливое совпадение. И самое главное, о чем только что говорил Жарас Иванович, то, что он все время думает о новых поколениях ученых. И не случайно мы встречаемся именно здесь, в Академическом университете, где уже много лет реализуется ваш подход по интеграции исследований и образования. И это действительно очень хорошо. Ну, как известно, если наука по своей природе, настоящая наука, интернациональна, и уж точно не от политиков зависит, при каких условиях ведутся исследования, или, во всяком случае, не в полной мере от них зависит, и это хорошо. И ни при каких обстоятельствах международное сотрудничество ученых не прекращалось. Может, сейчас и не самый простой период, во всяком случае, в нашем общении с целым рядом стран. Но мне особенно приятно отметить участие в симпозиуме зарубежных коллег, лауреатов Нобелевской премии, ведущих ученых из разных стран. Ну, вот, если наука сама по себе интернациональна, то экономический эффект от ее применения на практике носит вполне конкретный и, очень часто, национальный характер и определяет лидирующее положение страны. Или оно есть, или его нет. Мы в последние годы, по мере возможностей, естественно, экономических условий, прилагали усилия для того, чтобы в России тоже заработала современная инфраструктура поддержки исследований. Важное направление – это, конечно, модернизация системы научных инноваций и актуализация программ фундаментальных научных исследований. Всем этим мы стараемся заниматься в кооперации с Академией наук. И, конечно, здесь неоценимую помощь оказывает Жарас Иванович. Мы находимся, наверное, сейчас в таких достаточно непростых экономических условиях, хотя все познается в сравнении. Если обратить свой взор в прошлое, то у нас были, конечно, гораздо более сложные экономические периоды и кризисы, и все что угодно. Но в любом случае мы все равно обязаны двигаться вперед. К лету правительство подготовит национальную технологическую инициативу. Нам, безусловно, нужны комплексные планы, карты дорожные по ее реализации, по целому ряду ключевых направлений технологического развития, научного движения. Но я не буду их называть, они все достаточно хорошо известны. Конечно, важно, чтобы мы смогли здесь использовать все достижения нашей российской науки. А с другой стороны, опирались на наших партнеров и коллег из других стран. И, безусловно, развивали науку на проверенных международных принципах. Это и участие государства, и присутствие бизнеса. Все это необходимо, и все это дает свой синергический эффект. Но мне кажется, что в любом случае мы не должны забывать о том, что было сделано всеми, кто создавал и советскую, и российскую науку. Это предмет нашей гордости. И, безусловно, одним из таких людей является Жерас Иванович Алферов. Хочу вам сказать, Жерас Иванович, что мы вас ценим, любим и будем стремиться к тому, чтобы помогать вам всеми возможными путями. Еще раз у вас с юбилеем. Спасибо большое, всем успехов и всего доброго. Счастливо. Спасибо. Спасибо.